доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее утро значит сейчас я включаю включаю telegram там у нас проходит трансляция четвертый день и сразу же она попадает начать запись сразу же она эта трансляция потом в аудиозаписи что очень важно и в аудиозаписи и видеозаписи сразу она попадает в группу в играх телеграме поэтому заходите сюда глава недельная глава леха 4 день 4 день сегодня мы изучаем 4 день неделя и сегодня очень интересная будет у нас недельная глава так секундочку видео включаем поделиться все надеюсь что меня видно и слышно и в телеграме видите с каждым разом все больше и больше участников здравствуйте дорогие друзья и мы находимся сейчас недельная глава лех леха иди себе зарождение авраама вину про отец авраам да он был первый кто нашел путь к богу и соединился с богом по своему желанию значит прямо вот он сделал такой прорыв соединения с богом и бог с ним соединился в единое целое и от него пошло то есть мы говорим когда молимся бога в рама да то есть он как раз сообщил можно сказать мирозданию да мы не говорим бога ноаха бог адама бога метушелаха то есть были которые молились богу потом те адам решена которые сохраняли но они не были как в рам они это получали от родителей и они очень так несли это через свой жизненный путь и уходили авраам он сделал прям переворот он сам нашел путь к богу из темноты и и он взял свои миссии нести знания о боди всему миру и он добился своего потому что на сегодня авраамические религии это те религии которые которые по идут все по пути авраама да то есть это очень очень он сделал невероятный такой был человек авраама вины вот мы читаем недельная глава о том как он жил как он формировался значит мы узнали что в начале он ушел из страны своей из города своего из дома отца своего в землю пошел на святую землю потом он спустился в египет потом из египта он опять поднялся в землю израиля и он разошелся вчера мы учили разошелся со своим племянником лотом лот пошел туда где был город с дом и амора и он поселился там и авраам он поселился в месте алона и мамре это возле хеврона роща возле хеврона он там поселился возле хеврона и тут то значит как раз очень интересно в книга берешит это как а архетипы мироздания да то есть все вот все модели мироздания в котором мы сегодня живем типажи людей типа отношений все заложено вот это вот книга берешит начало первая книга тора она как раз рассказывает о том как всевышний это все создавал это как в чистом виде начало корни вот это корни всего человечества и вот сегодня мы дошли до момента который напрямую сейчас касается каждого из нас казалось бы да тора была получена моисеем а шара бейну три тысячи триста тридцать четыре года назад на горе синаи а рассказывается о событиях авраам жил до этого за примерно четыреста лет конкретно значит почти четыре тысячи лет назад вот нам рассказывается сегодня такая история вае баме амарафель значит и было в дни амарафеля царя шинара и ариоха царя элясара кэдарла омера царя эйлама в эти далее царя народов значит мы видим имена очень страшные имена такие но это знаете как как вот у индейцев вождь плец хорошо значит продолжаем но в телеграме слава богу работает и в запись будет в группе ваикра в телеграме продолжаем значит эти цари которые возглавляемые немродом амарафелем они захватили они вначале не захватили они просто пришли и говорят будете нам платить дань или мы вообще захватим те говорят хорошо нам лучше платить дань и согласились платить дань двенадцать лет они платили дань а потом морду морду это мерит восстание восстали хорошо значит на 14 год приходит этот кадарла омер и который вместе с ним и значит устраивают войну и побеждают этих царей которые были против них побеждать я не буду сейчас называть эти все названия царей потому что ну сложно сложно выговаривать в общем описывается все места где была эта война и в итоге значит в итоге победили вот эти вот цари это когда ромел значит победили они их и победили четыре царя союз четырех царей победил союз пяти царей и что было дальше и дальше они забрали конечно все имущество все имущество победители они грабят они забирают как когда немцы приходили фашисты они забирали все имущество все они забирали 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 и увозили в Германию. Даже они черноземцы Украины забирали землю. Значит, ну, захвачите они есть грабители. Просто они могут перекрываться любыми лозунгами, но они по факту своему грабители. Захвачите. Да, зачем им еще захватывать? И, значит, все они это захватили и взяли они с собой лота, племянника Авраама и его имущество. Взяли они значит, и почему они его взяли? Потому что он жил в доме. Есть хорошая поговорка в Торе, что приходит наказание на злодея, приходит на его соседа тоже. То есть, если ты живешь с плохим соседом, даже по каким-то хорошим соображениям, что тебе там денег больше, работа больше, то с плохим соседом в итоге приходит наказание на соседа, приходит и на тебя. В общем, поэтому перте вот нас учит отдались от плохого соседа, не присоединяйся к злодею, валь тетейшми на Пуранут и не придется тебе раскаиваться от расплаты, отчаиваться от расплаты. Поэтому, значит, они это не знали, лот это знал, но подумал, пронесет. И вот они захватывают его в плен. Значит, захватывают его в плен. Воевого полит и прибегает, а полит, устная тора нам говорит, что этот беженец, который прибежал, полит это беженец. И сказал Абраму, что захватили его, значит, племянник Калота, а полит это, говорят, что это был ок, что это был ок, полит это, да, беженец. Значит, секундочку. В общем, это был ок, последний из великанов, который спасся. Но видно, с той стороны были тоже какие-то серьезные богатыри, вооруженные какими-то специальными дронами того времени. В общем, он рассказывает Абраму, что такая произошла история. И что делает Абрам? И услышал Абрам, Абрам его тогда звали, это еще у него имя не изменилось, он не стал еще Абрам, он был Абрам, значит, его звали Абрам, что взяли в плен его брата, и собрал он своих воспитанников и рабов, которые родились у него уже в доме, и он их собрал, запомните цифру, можете даже записать, 18 и 3, 318 человек. И, значит, всего лишь отряд небольшой, 318 человек пошел, значит, догонять этих четырех царей, которые победили в этой войне и забрали в плен Лота. И он, значит, их догоняет. Представляете дальше, что было? Значит, он их догоняет, и тут начинается военная стратегия, которая со времен Абрама, она все время работала. Даже Яков сделал то же самое. Это еврейская главная стратегия. Так же поступал царь Давид в воинах, так же поступал, потом, так же поступал, в общем, и царь Давид так поступал в воинах, и все. Значит, в чем эта стратегия? Вейхалек Алейм Лайлау он разделил свой отряд на две части, на два отряда, вот этих 318 человек. И, значит, ночью он нападает на лагерь, огромное количество этих было захватчиков, которые захватили, да? И он ночью нападает и делает такой шум, как будто бы их много. Не делает шум, что их всего 318 человек, а он делает шум, что их много. Те испугались, и они побежали, значит, побежали, эти их догоняли и убивали, в общем, гнали их до Дамаска, до Сирии, они их гнали. И вернул он все имущество, которое было, забрали, и вернул своего племянника, и вернул он также женщин, детей, которых угнали в рабство. Всех он освободил, всех вернул. И вышел царь с дома навстречу ему, когда он, значит, вернулся от этого. И вышел ему навстречу Малтицедек. Малтицедек, царь Иерусалима. Говорят, что это был Шем сын Лота. И вот тут очень... Шем сын Ноаха. И, значит, вот этот, дальше рассказывает Тора, очень важный момент. Вот сейчас мы как раз сегодняшний отрывок дочитываем и начнем его как бы обсуждать. Значит, написано так. У Малтицедек, это... Малтицедек, это царь справедливости, дословно переводится. Мелых Шалем. Это был царь города Шалем. Иерусалим тогда назывался Шалем. Цельный. Шалем это цельный. У цилехем вияен. Вытащил он хлеб и вино. Ве у коэн ле элелилии. Ильон. И он священник для Бога... Ильон это... Вознесенного, самого высшего. И он был священник для Бога высшего. Потому что были разные идолопоклонники, они молились разным там чучелом. А Малтицедек в городе Шалем, он был священником для... Он говорил так, есть единый Бог. Бог, Творец, Создатель. И он выше всем управляет. И нет никого кроме него. А те идолопоклонники говорят, не, мы верим. Есть, конечно, высший Бог там. Мы его называем, допустим, там Зевс, или как-то они его называют, чтобы разделить. Но у него что, есть там дети, внуки, правнуки, они же против него восстали. Поэтому есть разные силы, идолы. Он всем не управляет. В этом была разница между идолопоклонниками и теми, кто поклоняется единому Богу. И вышел этот священник Малтицедек с вином и с хлебом и благословил его, благословил Авраама. И сказал он так, Барух Авром, благословен Авраам, ле-эли-лион, значит, благословен он для Бога Всесильного, кунеша маем варец, которому принадлежат и небеса, и земля. У баруха эли-лион и благословен Бог Всесильный, который защитил Авраама и дал ему все его нужды, у которого все нужды в его руке, вейтен ле-ма-асер-меколь и дал ему Авраам десятую часть от всего. Дал ему Маасер. Вот первый раз мы Маасер, вот это слово, десятую часть от всего, встречаем в этом отрывке. Теперь давайте разберемся, что там было. Значит, Авраам, ну, внешний пшат, вот по простому смыслу, я перевел, всем все понятно. Теперь, а что там глубже есть? Глубже там есть очень одна интересная вещь. Вот если мы возьмем 318 человек, который взял с собой Авраам, 318 учеников и воспитанников, которые были в его доме, окажется, что 318 – это числовое значение слова, значит, 318 – это числовое значение слова эли-эзер. Бог мне в помощник, Бог мне в помощь. Эли-эзер, если вы посчитаете, то будет 318. Давайте я проверю. Мы знаем, что все буквы имеют свое числовое значение. Эли, алиф, лут, ламетют – 41. Эзер – значит, 70. Значит, 41 плюс 70 – это 111 плюс заин – 7. 118 и 200, 318, отлично, сходится. Значит, Элиэзер, это был раб Авраама, известно в будущих главах он появится. Элиэзер был раб Авраама, главный его ученик. Есть устная Тора говорить, что он не взял даже 318 человек. Идти против армии, там, несколько десятков тысяч человек, что 318, что один с тобой, нету разницы. То есть, Элиэзер, это, что он пошел с одним Элиэзером. А есть, которые говорят дальше устная Тора, если глубже копнуть, что Элиэзер, как переводится, Бог мне в помощь, да, Бог мне поможет. Так, значит, если у тебя есть помощь Бога, то вообще неважно ничего, то есть, если есть помощь Бога. И теперь, когда Авраам пришел, победивший, всех освободил, пришел, то говорит Шемсы Ноаха, который был пророком, который был в Ковчеде, который был священником в Иерусалиме, он ему говорит, благословен Авраам, который, значит, благословен Авраам от имени Бога. И благословен Бог, что есть у него Авраам, который прославляет его имя. И дальше он говорит такую вещь. Заканчивается эта связка и дал Авраам десятую часть Маосер ему. И объясняет Малбим такую очень интересную вещь, что Всевышний, он же творец мироздания. Он же, ну, то есть, он каждую секунду восстанавливает, не восстанавливает, он создает заново весь этот мир, дает ему энергию. Он безграничный, он непостижимый, он, ну, мы просто знаем, что он творец, который каждую секунду возобновляет все существование мироздания. И, значит, и есть вот это мироздание, это Элоим, Всесильный, да, то есть, это Всесильный, все силы этого мира, то, что называют природа, Вселенная и так далее. Эл-Ильон, Бог Высший, который приобрел небо и землю, вот эта небеса и земля, вся система, это Всесильный. Теперь, если убрать вот из этой всей системы человека, мы его как бы убираем, то есть механика, чисто механический мир, который, ну, просто программа, компьютер. Теперь, если мы туда добавляем человека, который, который просто животное, да, вот человек, который вообще с Богом никак не связан, то он такой, он тоже, ну, еще одна обезьяна, только без шерсти. Теперь, но если в этом мире появляется то, что называется словом праведник, который, который соединяется со Всевышним, то тогда появляется вся вот эта вот система, она соединяется с Богом, и тогда получается вот тот человек, который праведник, который соединился с Богом-творцом, то через него в мир начинает идти благословение. Он является в этом мире связью этого мира с Богом. И Авраам, который был связан с Богом, он как раз пробил вот эту всю систему, вот эту всю механику, да, и он соединился с Богом-творцом мироздания, и через него шла вот эта вот браха благословения. А каким образом включается вот эта вот связь, как бы, да, то Маасер, десятая часть, да, когда человек дает Маасер, так говорит Малбим, то есть вот этот вот то, что Авраам дал десятую часть от всего священнику, который был соединяющий тоже между Богом и этим миром, это является соединением с Богом. Это очень такая интересная модель, которая, как бы, то, что является вот тем вот ключиком, который соединяет духовный мир и материальный, это молитва, тздока и тора, три вещи. Тора, когда мы изучаем, когда мы понимаем, мы постигаем, как это все работает. Молитва, это когда мы вступаем в диалог с Богом, с Творцом мироздания, и заповеди, среди которых главная заповедь, это тздока, это помощь ближнему, то есть это когда ты берешь часть из того, что Бог дал тебе, и ты понимаешь, что эта часть не твоя, а Бога, и ты ее передаешь дальше тем людям, которые в этом нуждаются, это является соединением духовного мира и материального. И мы видим, что если эта связь есть, то есть если от Бога идет благословение, то, естественно, даже 318 человек, даже один Элиэзер, даже просто Бог помогает, как Бог помогает, тут есть множество у него вариантов, значит, будет во всем удача, успех, благословение. Но тут интересная вещь, знаете, что интересно? Интересно, Авраам, который был, он больше всего искал Бога, почему же Бог, он ему, с одной стороны, он ему дал 10 испытаний, 10 очень сильных испытаний. Было и испытание бедностью, испытание тюрьмой, и испытание его в печку бросали, и в конце доходит до того, что испытание убей сына, но там было оно замотано в еще большее испытание. Авраам всю жизнь проповедовал, что мы еще дойдем к Атитату, ладно, мы дойдем, когда будет это испытание, мы к нему дойдем, его разберем тогда. Хорошо, дорогие друзья, что мы сегодня поняли? Давайте подведем итог, что главное в жизни это Элиэзер, если Бог помогает, все будет хорошо. Теперь мы узнали, что лот, который жил вместе со злодеями, потом злодеи обычно, они у кого-то забирают, 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 потом приходят другие злодеи и у них забирают. Жители из дома, они были вот такие вот очень злые люди, которые не помогали, у них было запрещено помогать бедным, запрещено помогать друг другу, и именно поэтому пришли потом такие еще большие злодеи-грабители, и у них забрали то, что они забирали у других. закон кармы все возвращается дальше мы видим что даже человек хороший даже не так что человек вот лот он был племянник авраама когда он жил с авраамом он ходил с авраамом делал то что делал авраам когда он перешел к в сторону в сторону поселился в доме он стал злодеем и тоже пострадал то есть мы видим что очень важно с кем ты с тем ты общаешься какую ты в себя впитываешь информацию какие люди вокруг еще сегодня на эту тему я прочитал один очень интересный комментарий что после того как отделился лот от авраама они разошлись после этого аврааму открылось пророчество бог начал с ним разговаривать и был такой пример это рафшах такой был он сказал так смотрите как работает авраам был на высочайшем уровне духовности он был пророк но когда он общался с лотом который был человек такой материальный ну такой очень материальный то авраам он лота поднимал к себе но за счет того что он поднимал к себе сам он немного опускался и он приводит пример кастрюлю в которой кипящая вода и в эту кастрюлю в которой кипящая вода бросили картошечку картошечка она начинает греться и вариться она становится съедобной но вода в тот момент когда туда бросили картошку вода остывает то есть если она если огонь выключить то картошка она сразу остудит воду и это то что происходит при общении с когда ты кого-то хочешь подтягивать да ко всевышнему но если это чек злодей то ты влияешь на него а он влияет на тебя и непонятно еще кто на кого больше повлияет хотя говорил любая чести рэбе что 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 тот кто служит всевышнему тому всевышний дает защиту и тот кто ну то есть он говорил что надо надо идти в любые самые темные места и в нем поднимать людей к ко всевышнему чтобы принципе стараемся и делать через интернет все дорогие друзья всем удачи успехов чтобы вы пожалуйста запишите свои выводы свои инсайты то что вам открылось во время этого урока запишите в комментариях есть есть очень в у нас есть канал воикра в телеграме там можно тоже писать комментарии общаться обсуждать значит обязательно поделитесь этими уроками с друзьями знакомыми чтобы они тоже чтобы они тоже приближались ко всевышнему и очень важно еще что что можно быть другом воикра партнером воикра или спонсором воикра то есть можно прямо очень сильно усилить когда один плюс один равно 11 каждый человек который соединяется если мы вместе хотим чтобы свет божественный пришел больше его на землю а тора это как божественный свет который приходит на землю то как раз мы вместе сможем это сделать и чтобы было рифа шлама полного выздоровления всем кто нуждаются в выздоровлении чтобы вот вы сейчас свет получили божественный получили тору и чтобы вы сейчас сразу помолились значит чтобы вы помолились сейчас и чтобы всевышний дал вам силы и ресурсы но всегда добавляйте к молитве прославлять всевышнего то есть вам здоровья для того что прославлять Всевышнего, деньги, чтобы прославлять Всевышнего, дети, чтобы служили Всевышнему, выполняли заповеди. Все это нужно для того, чтобы выполнить свое предназначение в этом мире, а наше предназначение это духовное совершенствование. Все, всем удачи и успехов, хорошего дня.